Дорогие друзья и зрители нашего канала, я рад вас приветствовать на нашем с вами YouTube-сообществе. Многие из вас, на самом деле, правда, многие люди интересуются и спрашивают, Дмитрий Александрович, как вы там поживаете? И многие из вас знают прекрасно, что уже более чем 3 года назад мы с Екатерей Андреевной приобрели себе дом в городе Сочи. Семья, всем привет! Это Сочи, Краснодарский край. С вами Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Низкий вам поклон, но сейчас не об этом. Это правда, абсолютно искренне многие люди пишут, как вы там поживаете, что сделано, что не сделано. И сегодня хорошая погода, у нас утро, и я решил выйти, так сказать, и показать вам немножечко, что мы сделали, а чего мы не сделали, и что когда-то сделается. Ну, давайте немножко поговорим на тему «Наш дом в Сочи», наши, так сказать, проблемы, да, и обсудим. Жду ваших комментариев, что правильно, что неправильно, по вашему мнению, как бы вы сделали и так далее и тому подобное. С вашего позволения, одеваю очки, потому что сегодня солнце отсвечивает и так далее. Так, ну, начнем, наверное, не с нашего дома, да, ну, давайте, кто не знаком, у нас 5 соток земли, мы живем в село Каштаны, Хоста, у нас с вами дом, вместе с террасами, с открытыми всеми террасами, верхнего этажа второго, нижнего этажа, 290 квадратных метров по документам, 5 соток, и почти что вот 300 квадратных метров по документам. Так, теперь с подъездными путями. Когда мы покупали, соответственно, это сейчас еще тут немножко щебень мы насыпали, он как бы немножко, видите, уже как бы где-то бетончик чуть-чуть выливали, где-то щебень насыпали, он, естественно, уже был поглощен землей частично, да, вот, и была глиняная дорога, и мы, если честно, вся дорога была глиняная, и эта, и вот эта дорога была глиняная, и мы, ну, долго прожили там, может быть, наверное, пару лет, и только в том году, скажем так, общими усилиями, как говорится, с миру по нитке, кто смог, как смогли и так далее, в ночи я был на работе, но ребята, соседи помогали, тоже заливали, и мы залили. Здесь подъезд бетонный, для Сочи это нормально, что есть бетонный подъезд, а так здесь была глина, представляете, все проваливались, абсолютно просто ужас. А у нас там в начале дом, то есть кусочек маленький был, вообще отсюда там 300 метров и двухполосная сфальтированная дорога улицы Мичурина, да, хорошая. Ну, а здесь все по глине, представляете, как КамАЗы разбивали все это, ну, просто ужас. На обычной легковой машине, вот на такой фактически было не заехать, но, тем не менее, вот справились, к сожалению, вы знаете, как на общее редко кто хочет как бы сбрасываться, и редко когда кому-то хочется тратиться, вот, но тратиться нужно, потому что это идет не только ваш комфорт, да, это идет и удорожание, удорожание вашего земельного участка, вашего дома и так далее, и тому подобное. То есть это нужно делать. Все, что касается общего, обязательно нужно сбрасываться и нужно делать. Шер поехал, команды раздал, молодец. Это тоже человек в нашей команде, Шерзот, всегда рядом, всегда с нами. Сейчас я попросил немножко и мне по хозяйству помочь, и вот он как бы помогает. Поэтому подъездные пути сделали, но не до конца. Чтобы сделать до конца, вы понимаете, нужно еще, соответственно, сделать вот эту часть дороги. Кто ее будет делать, вопрос, кроме Дмитра Александровича. Ну, попросим еще, чтобы Роберт поучаствовал. Вот этот шикарный участок, на самом деле, смотрите на сарае, это у нас шикарный здесь участок есть. Сейчас мы временно с потрясающими просто видами, там, на Кавказский хребет, на море есть вид. Мы сейчас приостановили временно, временно приостановили как бы продажу, но если вы хороший человек, вот, и вот вид на море есть, и здесь такой будет Infinity бассейн, гараж, заезд оттуда, просто потрясающий на самом деле. Здесь 5 соток земли, если вы хороший человек, если вы хороший человек и хотите быть моим соседом, давайте обсудим. Я переговорю. Собственникам обсудим. Цена была, когда мы продавали, очень хорошая. По миллион шестьсот пятьдесят за сотку. Короче, там, ну, грубо говоря, там восемь с копейками, там восемь с половиной миллионов участок, да. Это меньше, чем два миллиона за сотку, там миллион шестьсот, по-моему, шестьдесят что-то такое за сотку. Вот. Можно, я думаю, выйти на цифру хорошую, там миллион шестьсот за сотку, это очень крутейшая цена. Но сразу скажу сразу, что вы должны быть хорошим человеком, чтобы понравиться мне, нашим соседям, реально, если вы хотите здесь построиться, вот, и жить рядом с нами, потому что нам нужны спокойные, адекватные люди, как бы, я готов, как бы, это лучший участок, я бы его себе забрал и построил бы детям в будущем, либо себе одноэтажный дом, вот. Одноэтажный, как бы, ну, для взрослых людей попрактичнее. Бегать даже в сорок два года сложновато на второй этаж, если честно. На третьем тем более. Роберт, освещаю, что сделано, что не сделано. Показываю людям, как это сложно жить в Сочи. Или просто. Вот. Да, да, не, ну, с такой погодой, да. Вот. Вечная стройка. Это вечная стройка, вечная стройка. Так, ну, вы знаете прекрасно, что мы в окружении отличных соседей. У нас здесь Паша, здесь Слава, здесь Роберт, здесь Серега, полковник. Все здесь. А ну, этот дом, вы знаете прекрасно, сейчас он находится у меня на продаже, наш эксклюзив. Напоминаю вам, 5,3 сотки земли. Это лучшая цена в Каштанах. И за такой дом капитальный. У нас 5,3 сотки земли. У нас 224 квадрат метра. Ремонт мебель, техника. Бассейн 8 на 3. Капитальный. Все классно. Ну, и опять же, если вы хорошие люди, если вы хотите быть моим соседом, друзья, 28 миллионов рублей. И это все хозяйство ваше. Ваше, абсолютно ваше. Все. Это я просто маленькое, так сказать, отступление. Значит, где наш участок? Еще раз напоминаю. То есть, вот этот кусок дороги Дмитрия Александровича, ну, я надеюсь, все-таки с Робертом, придется доделать, да. Но это тоже, вы понимаете, да, сколько денежек стоит, да. Это далеко не стоит ни 200 тысяч рублей. Придется вот досюда, это идет общая дорога. До сюда, до сюда, до сюда. И вот, соответственно, вот где ступеньки начинаются, где колодец, это тоже все, соответственно, общая дорога. В общем, от забора 3 метра это общая дорога. Это уже наш участок. Этот колодец тоже в прошлом году, кто наблюдал за нами, видели, мы сделали. Тоже обошелся в круглую сумму. И вот здесь сделали масштабную подпорную стену, здесь сделали масштабную подпорную стену, лестницу сделали. То есть и колодец тоже нам обошелся, но все это в очень и очень крупную сумму. Все это, дорогие друзья, дорого, поэтому 10 раз подумайте, нужно ли вам строиться. Особенно для себя вы будете делать все максимально качественно, это все дорого. План такой, подъезжает машина, заезд с этой стороны, то есть вот так вот будет заезд, откатные ворота. Отсюда ворота откатываются, соответственно, и мы заезжаем. Одна машина паркуется здесь, если две машины в семье, то одна паркуется, заезжает, кто первый приехал домой, тот заезжает сюда, еще раз говорю, вот отсюда. Заезжает, здесь паркуется, заодно вот так сдает, потом, соответственно, на выезд вот туда. Вторая, кто приезжает, ну вот так заезжает, и уже потом, соответственно, кто первый уезжает, заезжает, будем, короче, решать эти вопросы. Места не так много на самом деле. Общую дорогу, сами понимаете, занимать нельзя, все будут против, да и как бы это неправильно, общая дорога должна оставаться, Хоть она и тупиковая, но она должна быть. Кто помнит, соответственно, сколько мы мучились с вопросом, соответственно, скважины, когда мы заехали, у нас не было загильзованных скважин, и Екатерина Андреевна в свое время там со специалистами ее в оконцовке загильзовала, загильзовала, и вода пошла чистая. Было такое, что шла даже глина у нас, даже глина шла у нас, и мы мучились просто нереально. Но сделали обсадную трубу, и слава богу, в течение уже, наверное, года мы пользуемся чистейшей водой. Дебит воды у нас хороший, скважина у нас 100 метров, поэтому слава богу, спасибо, господи, все в этом плане прекрасно. Парковку у нас в прошлом году залить не получилось, по финансам мы не вытянули. По фасаду сразу отвечаю на вопрос, на во что это такое. Значит, мы, опять же, энное количество времени назад сделали гидроизоляцию террасы. До этого, когда покупали, гидроизоляции не было, поэтому, сами понимаете, бетон, все сюда, на штукатурку, это все обваливалось, понимаете, да? То есть, вот такая вот вся история, трескалась, обваливалась, потому что не было сделано гидроизоляцию. Пожалуйста, при покупке дома обязательно на такие вещи обращайте внимание, тем более, если дом свеже построен. Если он уже постоял, полгода пережил, так сказать, дожди и так далее, катаклизмы, все понятно. Так как мы покупали прямо вот свежеиспеченный пирожок, мы на это внимание не обратили, мы понимали, что так будет. Нет, мы видели, что это начинается, я понимал, что придется переделать, поэтому в свое время отдали там порядка 600 тысяч рублей, и мы, соответственно, все это дело переделали. Я постелил на террасе плитку с керамоморацией, что-то, по-моему, порядка 3,5 тысяч за квадратом, мы покупали только саму плитку. И вверху я тоже парапет сделал, а надо было, соответственно, сделать сверху все-таки, ну, такие специальные колпачки, да, которые, соответственно, дают возможность в воде уходить. А я все-таки сделал красиво плитку, ну, видите, от плитки теперь потеки, поэтому, ну, буду переделать, буду все равно переделать. Хотелось красиво, как бы, а надо было сделать красиво и практично. Поэтому всегда на перекрытие, всегда на перекрытие, перекрытие как бы слава богу не течет так, но всегда на перекрытие, если у вас кровля хай-тек, и вот на такие вещи, соответственно, такой формы нужно одевать специальные колпаки для того, чтобы потом впоследствии вода просто уходила, и не бежала по фасаду, и не было вот этой грязи, соли и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, это всегда нужно делать, всегда, всегда. Также, кто знает, когда мы покупали, у нас два полноценных этажа, есть еще цокольный этаж, и цокольный этаж с этой стороны, получается, у нас земля, с этой стороны у нас тоже земля, и у нас здесь тоже была плохо сделана застройщиком гидроизоляция, и, соответственно, вода поступала и отсюда, в дожди, и отсюда. Также затапливало нереально участок от соседей, из-за чего мне пришлось сделать, наконец-таки я сделал колодец в прошлом году, два года наступило просто нереально, просто нереально весь участок. Сейчас мы сделали полностью водоотведение, все дожди, ливни, катаклизмы проходят мимо нас, и никаких проблем мы не испытываем абсолютно, то есть вода у нас нигде не стоит, она везде дренажирует, везде уходит. Гидроизоляцию я тоже полностью переделал, тогда тоже обошлась она мне кругленькую сумму. Сейчас вот, значит, знакомый также переделал, отдал миллион, да. Мы в свое время отдавали, ну, чуть меньше, но тоже как бы это была приличная очень сумма, может быть, я не помню точно, но может быть, что-то в районе там 600, что-то такое, тысячи рублей. Вот, долго работала техника, все это надо было раскапывать, демонтировать, потом заново делать и так далее. Все мы это исправили, слава богу, все как бы работает. Вот, поэтому фасад, отвечаю вам, фасад по хорошему счету нужно весь переделывать. У меня опять же дом не утеплен, потому что он сделан из газоблока, и в свое время как бы посчитали, что газоблока достаточно для того, чтобы, ну, все равно, я вам хочу сказать так, газоблок может быть как бы и толще, чем керамзитоблок, но я хочу вам сказать, теплопотери все равно есть. Зима все равно в Сочи есть, и дома в Сочи, когда вы строите, дорогие друзья, утеплять нужно, нужно. Не плексом, а, соответственно, каменной ватой вы должны утеплять дома. Там кто-то утепляет тройка, кто-то пятерка, кто-то десятка. Я рекомендую вам не экономить. Утепляйте спокойно как минимум пятеркой или десяткой, и тогда у вас меньше будет теплопотери. Особенно, если вы топитесь на электричестве. Мы топимся на электричестве, нам это обходится в круглую сумму. Вот в январе мы заплатили 33 тысячи рублей в январе. До этого 20 с чем-то. Вот, ну, где-то в среднем погода, наверное, выходит, может быть, я не знаю. Надо у Андреевны спросить 15-17, я не знаю, сколько в среднем выходит погода. Может быть, подешевле, если погоду считать. Но вот зимний период времени, вот бывает и так, 30, 27, 25. Это с учетом того, что в этом году не было зимы. Не было зимы. Вот, поэтому. А так 15 киловатт, в принципе, достаточно хватает. Ну, конечно, вот скоро приведут газ, и тогда все будет отлично. Будут платежи минимальные, с газом, соответственно, все проще. Пока газа нету, все сложнее, потому что топимся теплыми полами. И это, как бы, ну, вы понимаете, накладывает отпечаток на кошелек и на наши доходы. Это мы залили перекрытие в прошлом году, сделали печатный бетон. Многие тоже наблюдали. Здесь будет смотровая площадка. Постараемся в будущем как-то все это огородить непосредственно нержавейкой, стеклом. Вот, и, собственно говоря, здесь будет какой-то стоять, наверное, уличный диван. Какое-то, может быть, кострище или просто будет стоять мангал. И вот такие вот виды шикарные открываются. Тишина, спокойствие на горы, на зелень, на Кавказский хребет, который постоянно у нас, собственно говоря, такой красивый. И море. Вот. Великолепные соседи. Вон дети играют с утра до вечера все время на площадке. Сделали нам площадку. Спасибо большое. Сделали нам площадку местной власти. Вот. А так у нас все аккуратные, приличные, хорошие соседи. Вот Татьяна, это йога у них здесь. Многие приезжают, это гостевой дом у нее. Йоги не пьют, не курят, здоровое питание. Это банька у нее она сделала в прошлом году. Еще не функционирует, но уже делает, да? Вот такая красота в окружении леса. Приезжайте, пожалуйста. Есть земля, есть дома на продаже. Вот он дом за 28 миллионов с бассейном, который я вам показывал. Вон они два дома у нас с вами. По 24 миллиона рублей, вон они два стоят. Продаются. Есть дом за 26 миллионов, есть за 28. Приезжайте, есть за 24. Вон ребята с Иркутска купили. Наши подписчики вот здесь. У них сейчас фасад они переделывают. Дальше есть дом за 24 на 700, который я вам предлагаю. Ну, в общем, вот такая история. Так, это мы сделали. Дальше. То есть фасад, конечно, требует полной реконструкции. Вот. Но опять же, смотрите, это очень дорого. То есть, ну, где-то примерно, если хоть так, без каких-то изысков делать, дорогие друзья, обойдется два. А если с какими-то изысками, то 3-4 миллиона рублей. Все зависит от того, из чего вы его будете делать. Вот. Поэтому просто там что-то подкрасить и так далее. Ну, это как бы не серьезно. Хотя, возможно, в этом году я самостоятельно каким-то образом вот эту ситуацию исправлю. Вот эту ситуацию исправлю, потому что она мне эстетически просто не нравится. Да? Вот. Так бы хотелось бы, конечно, дом перекрасить, потому что он имеет такой светло-бежевый цвет. Хотелось бы покрасить его полностью в белый цвет. Возможно сделать серые перекрытия. Возможно, выделить перекрытие серым цветом, ну, нужно подумать. Вообще, я хотел бы, конечно, фасад совершенно другой, не караеда, вот, а сделанный как бы клинтокерным кирпичом, интересно, модно, стильно, молодежно, комбинированно с керамогранитом. Но это все, я еще раз говорю, то есть, будет на таком доме под 5 миллионов рублей запросто в городе Сочи с нашими как бы ценами и так далее, материалами, Сочин двора. Так, ну, внизу бассейн. Бассейн вы знаете, там у нас мы планировали 11 на 3 метра. Примерно плюс-минус такое у нас и получается. Вот, хотим приступить к штукатурным работам, идет определенная подготовка, хотим приступить к штукатурным работам. Все, на этом участок заканчивается, это уже соседний участок. Здесь несколько участков, рано или поздно здесь построятся дома, и у нас будут соседи, причем совсем рядом, в 3 метрах от нашего забора, который заканчивается ровным счетом вот здесь, где нынче расположилась вот эта прекрасная теплица. Теплица, как я говорю, ну, я шучу, что это теплица, ну, вы понимаете, да? Окна также, смотрите, когда покупали дом, окна, оконные группы не были гидроизолированы, и вода через перекрытие, значит, поступала, ну, вы понимаете, впитывалась, и поступала где-то, где-то, соответственно, в зал, в спальню и так далее. Ламинат набухал, ламинат, соответственно, разрушался, подложка, так сказать, мокла. Это было во всех спальнях абсолютно, поэтому пришлось вызывать, что называется, альпиниста, профессионала, и он, соответственно, с крыши спускался и гидроизолировал все окна, все оконные группы по периметру гидроизолировал, это обязательно. Либо это должно быть сделано, ну, когда вы заходите даже в сырой дом при покупке дома, сейчас уже я как бы в этом разбираюсь, дом постоял там, все равно там полгодика, там, пару месяцев, годик, и вы заходите, и вы понимаете, да, где полы мокрые, откуда где бежит вода, откуда не бежит вода и так далее и тому подобное. Здесь дом достроили и приступили к чистовому ремонту, и впоследствии, конечно, косяки какие-то вылазили, мы со всеми с ними справились, но надо понимать, что это нервы, это время, и это деньги, это деньги, да, вот. Фасад это тоже очень важная часть дома, мое мнение, потому что фасад, вы понимаете, это как, это как предчистовой ремонт, если предчистовой ремонт сделать плохо, потом будет чистовой отваливаться, здесь та же самая история. То есть фасад это основа, то есть, ну, основа, понятно, бетонный каркас, там, сваи, это, конечно же, заполнение там, газоблочные, керамзитоблочные, у нас, еще раз говорю, газоблочные заполнения, вот, пожалуйста, и многие считают, что его утеплять вообще в Сочи не нужно, из-за этого и делают его, вот. Но фасад это основа. Если фасад сделан плохо, во-первых, потом происходят такие косяки, он разрушается и так далее, во-вторых, как бы фасад охраняет ваш дом, вашу внутреннюю отделку от всяких катаклизмов и напастей. Имейте в виду, на фасаде экономить нельзя, и думая, что фасад это просто оболочка, а я его там покрашу, там, и так далее, и все будет нормально. Нет, дорогие друзья, это не так. Фасад это очень серьезно. Вот это, допустим, слив мы пробивали, делали, видите, все здесь понятно, недоделано, мы хотя бы спасали нашу террасу и уводили воду, потому что вообще не было слива, поэтому мы здесь как бы делали, да, слив, вот здесь дополнительно делали, тоже там я с той стороны сделал, потом понял, что немножко неправильно сделал. Вот, может быть, в будущем буду как-то переделать. Так, когда-то со временем, когда появится несколько лишних миллионов рублей, вот это здесь будет панорамное стекло, здесь будет панорамное стекло, здесь, возможно, тоже будет панорамное стекло, возможно, то есть это будет помещение застеклено в будущем, где-то может быть блок положу с той стороны не знаю не знаю вполне возможно это будет так вот может быть от соседей имеет смысл положите блок но в любом случае это будет полезное пространство сейчас эта терраса сейчас это просто терраса может быть потом это будет после полезное пространство и оттуда я положу блок макар и марк это твоя газировка которую пить вредно давайте ребята пока вот поэтому здесь может быть имеет смысл положить блок закрыть это возможно возможно просто цена вопроса блок и делать фасад либо соответственно маня пойдем пойдем так здесь вот такая история причем с этой стороны фасадик достаточно чистый аккуратный вообще принципе паса достаточно чистый аккуратный весь вопрос только вот в этой части в этой соответственно части вопрос да но эта часть я вам объяснил еще раз почему это я сам сделал как бы это мой как бы косяк наберу его на себя мани пошли рядом рядом ряда зайдешь зайди в дом побудь дома я сейчас тебя потом выпущу зайди так я не закончу я не закончу я не закончу хочу вам еще кое-что показать так ну давайте соответственно спустимся отсюда чтобы вас была логика и понимание знаете как часто бывает мы выходим утром из дома стоят наши знакомые подписчики которых мы есть люди которых мы никогда не видели вот дмитрий здрасте мы знаем где вы живем давайте чеку там пообщаемся и так далее многое так было я тебя я тебя зачем закрыл для того чтобы ты вышел иди домой иди домой место место сейчас он просто может такое у нас такой этот деловой можно за машины побежать до самой хостели до самой хостели может стартануть так вот теоретически границы смотрите вот перекрытие которые мы залили но это крыши как бы будущей сауны вот так по идее стоит забор и дальше пошел вот так забор соответственно то есть еще раз говорю заезд вот отсюда сейчас екатерина андреевна отъезжает это общая дорога все заехали припарковались и соответственно я на цокольном этаже хочу сделать такую зону комьюнити такую полурабочую зону будет оператор монтажер на такие близкие люди знаете значит самые близкие из моей команды будут находиться именно здесь до которым не нужно выезжать на объекты и так далее в основном они будут как бы здесь находиться поэтому место достаточно мало будем что-то здесь думать колдовать как мы все это будем делать но тем не менее допустим они подъехали и спускаются соответственно не здесь здесь продолжение забора вы понимаете до продолжение забора все здесь теоретический сосед может оставлять машину и здесь сделать калиточку чтобы свое пространство не жирайте не оттуда сейчас заезжай как оттуда отсюда просто подъезжайте заходить с этой стороны вот смотрите кстати плекс вот плекс вы сколько лет аж можете соответствовать когда в земле выцеплен этаж плекса можете утеплять дом утепляйте пожалуйста ватой утепляйте ватой и как бы это правильно да многие плексом делаются многие пенопластом утепляет это не совсем как бы все-таки правильно я считаю вот но цокольный этаж соответственно допустимо можно он не был кстати утеплен это я просто утеплял еще там когда только мы заехали для чего это дело даже не развлекался вот дальше здесь посадим какие-то мандарины апельсины что такое там форма то есть я планирую здесь просто будет сад возможно какое-то место вот это как бы типа того что подвечное пространство у нас какая-то тут не знаю кладовая не кладовая 2 для инверторя но здесь тоже соответственно я на дополнительно еще сделаю какой-то ну вы понимаете не сарай на какое-то помещение для хранения объясню почему друзья потому что у нас нет места для хранения дом большой но место для хранения нету внизу будет рабочая зона вверху наши комнаты где хранить эти колеса там лыжи и тогда это подобное наверное здесь я что-то все-таки придумают ступлю там метр ну полтора и сделаю здесь вместо есть как бы поэтому что-то придумаю в будущем будущем подумай может быть под залью здесь еще немножечко какой-то в кавычках сарайчик а выпад здесь тоже здесь это все доделаем отсюда тоже вода кстати дренажирует увели там все сделали когда заливали подпорные стены все сделали дренаж у нас сейчас работает отменно просто все четко все уходит здесь тоже у нас дренажная система и вот сказать кусок видно трубы да вот пожалуйста смотрите вот и все уходит соответственно теперь наш другой колодец этот канал колодец конечно должен был делать мой сосед вот этот но как бы пришлось как бы делать мне да вот здесь считайте какой-то газон растут травка растет сделали отмостку залили на ней тоже выполнили печатный бетон надо его отмыть так то он симпатично смотрится просто сейчас мимоза цветет и поэтому все смотрится ужасно все кстати не было тоже вот отливов отлива когда не было отлива вода лилась с эксплуатированной кровли попадала на перекрытие все перекрытия намокали они не гидроизолированы все намокали перекрытие все попадало в дом обои мокли везде плесень ну короче до сих пор это все есть как бы сейчас будем это все потихоньку справлять к чему я это дорогие друзья когда вы покупаете дом вы должны быть специалистом либо вы должны привлекать специалистов которые разбираются сейчас совершенно если этот дом я покупал просто все хочу хочу я покупаю все дай мне никто не советую низким не спрашивал не кончу я просто пришел как игрушку купил говорю хочу я понимал что есть косяки я буду их исправлять и я понимал сколько это примерно будет стоить как бы до рассчитывал что на меня поменьше но оказалось конечно что побольше вот сейчас я понимаю все нюансы на которые нужно обратить внимание при покупке дома готов как бы на самом деле вам эту всю историю подсказать этого сэкономит однозначно ваши деньги сто процентов это видно даже в черновом исполнении когда ремонт и когда дом постоял это тем более видно но когда черновое исполнение это как бы видно абсолютно прекрасно так дальше здесь у нас септик как и у всех мы его сначала сильно глубоко утопили потом немножко приподняли чтобы примерно был уровень землей вот и здесь я еще один сделал промежуточный колодец все собрал всю воду с участка которая приходит отсюда оттуда отовсюду приходит вода здесь по участку чтобы у вас не понимала очень много дренажных труб проложен дренажных систем мы очень большой объем работы сделали все приходит сюда с разных таскать мест здесь потом будет крышка отсюда 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 септика то есть все приходит соответственно сюда уже в качестве воды технической и я соседу своему когда мне сосед придет я вам скажу дорогой мой я тебя уважаю я тебя ценю я тебя вывела трубу подсоединяйся и дальше продлевай ее, и все здесь отлично, и так далее. То есть у тебя не будет никаких проблем. С 15 из 500 дырок, так сказать, как мне в свое время, у меня там с забора от соседа со всех дырщелей лилась вода. Честно вам слово говорю, если старое видео посмотреть, вы ахнете просто. Она лилась настолько, она стояла здесь сантиметров 40-30 стояла воды, вот так вот. Сюда Никите, моему соседу, за забор вот сюда просто выливалась. Он звонил мне, говорит, Дима, у меня тут льется все по огороду от тебя через забор, представляете? Не через забор, а в смысле через забор, через все щели. То есть у меня топило, септик просто уходил под воду целиком, перегорал неоднократно. Все это мы исправили, все это мы исправили, вот. Но еще, конечно, много-много работы, потому что дом, дорогие друзья, это постоянная работа в течение всей вашей жизни. Дальше. Бассейн. Как я вам уже сказал, ну, то есть мы определились, да, с вами, что здесь газон, здесь мы сажим какие-то деревья плодовые. В будущем здесь, друзья, это мои фантазии. Может быть, это реализуется через два, через три года, но я в любом случае постараюсь это все реализовать и как бы вам показывать потихоньку. Потому что этот процесс, было бы сразу в кармане 20 миллионов, можно было бы. А так как бы этот процесс долгий, я к этому иду уже в течение трех лет, стараемся, мы каждый день что-то для этого делаем. Бассейн, пожалуйста, вот идет подготовка к штукатурному работам, можете вот посмотреть прекрасно. Укладывается сетка, делается каркас, лестничку уже сделали, вот можно посмотреть, здесь площадочка есть на ней. Давайте поближе подойду, чтобы вам было понятнее. Там есть площадочка, тут тоже у нас дренажные системы везде проложены. И здесь, и здесь, ну, в общем, по всему участку. Вокруг бассейна планируется в будущем террасная доска. Я планирую террасную доску просто полностью подвести, бассейн будем отделывать пленкой. Бассейн удовольствие дорогое, чтобы вы понимали, в городе Сочи самая дешевая отделка бассейна обошлась мне с моим другом, товарищем моим. Я не беру сейчас подготовительные работы, я не беру сейчас абсолютно заливку бассейна, бетонные работы, ничего этого не беру. Чисто внутренняя отделка бассейна и оборудование. Два миллиона сто тысяч рублей, это вот цена. Я вызвал пять компаний, пять компаний, и они мне дали смету. Кто-то дал, значит, 2,700, потом 3, 3,500, 4, там, до 5 миллионов. Самая большая смета была что-то 4,900 с чем-то. Вот, ему потом я вызвал своего товарища, показал все эти сметы, он сказал, я тебе сделаю то же самое. Это хорошее качественное оборудование, это нержавейка, скиммеры там и так далее, это все хорошее оборудование, автоматика. Ну, он говорит, я тебе дам цену 2 миллиона 100 тысяч рублей. Я говорю, хорошо, я говорю, меня устраивает. Вот, поэтому, как бы, чтобы вы понимали, бассейн это дорогое удовольствие, такой бассейн сделать, ну, сейчас на сегодняшний день, наверное, порядка 5 миллионов стоит, примерно, примерно. Вот, в зависимости, опять же, от оборудования, от хотелок, от автоматики, от всего, от всего, пленка или мозаика. У нас будет пленка, она будет качественная, израильская пленка, дорогая. Вот, сделали вот такую лесенку, не стал я монолитом заливать, в принципе, достаточно и такую лесенку сделать. Я сделал такую площадочку для того, чтобы здесь можно было посидеть, там, детворей и так далее, 80 сантиметров, вот такую площадку. Можно было там провести время, попить сок и так далее и тому подобное. Вот, здесь будет стоять гейзер, он будет пускать пузырики, вот здесь вот. Вот, ну, и вот бассейн, как бы, я делал бассейн, я исхожу из того, что либо бассейн должен быть, в котором возможно плавать, либо вообще он не нужен тогда на огороде, как бы, проще пойти в душу и помыться. Ну, это мое мнение, абсолютно разделяя тех, у кого бассейн 3 на 3 метра, это тоже абсолютно нормально. Вот, поэтому мы со временем будем вот штукатурить, потом пленка. И, дай бог, этим летом терраски, может быть, и не будет, потому что, опять же, это тоже большие деньги, там, купить, все это сделать, монтировать. Вот, ну, в бассейне постараемся в этом году уже покупаться, посмотрим, не будем загадывать. Дальше, что с этим помещением? Здесь планируется, по крайней мере, я так вижу пока что, здесь, соответственно, будет сауна когда-то, здесь будет сауна, рядом комната отдыха и здесь в краю будет душевая. То есть, все, вышли с бассейна там, обмылись в душе, соответственно, здесь посидели, попили там чай, кофе, зашли, попарились. Виды, вот, пожалуйста, вот такие вот, дорогие друзья, виды из парилки будут, да, собственно говоря. Буду я это все стеклить? Не буду. Буду делать летний или зимний? Не знаю, не знаю. Скорее всего, летний вариант, скорее всего, летний вариант, все по-простому. Вот, думаю, что так. Ну, время покажет, опять же, время покажет. Здесь осталось место для лежаков, лежаки, где-то будет, опять же, мангальная зона, может быть, там, в конце, может быть, где-то здесь промежуточно будет, может быть, где-то здесь будет стоять, не знаю. Ну, это все решим по ходу. Дальше, здесь тоже будет, соответственно, у нас, когда-то, вход. Здесь будет вход, и здесь будет два входа, это уже рабочая зона, вот цоколь, про который я вам рассказывал. Здесь у нас будет техническое помещение, оно и сейчас есть. В свое время вот этот блок положили, этого не было. Вот, здесь разделили на две зоны. Здесь будет, как я вижу, душевой поддон, будем мыть собаку, там, может, какие-то еще технические моменты. Рядом унитаз, ну, там будет все, естественно, загорожено, да, перегородкой дополнительно. Вот, здесь разводка по электрике, стабилизатор, модный, сильный, молодежный, за 200 тысяч рублей, имейте в виду, вот такой вот модный, сильный, молодежный стабилизатор, в свое время купили. Здесь разводочка по электрике, подключение генератора, который стоит вот там, и обязательно в частном доме должен быть генератор. Пока он там стоит, потом он будет стоять, естественно, на улице. Вот здесь генератор у нас подключается, если что, раз в году у нас выключать свет, это у нас интернет. Здесь пока нет никакой отделки. Вот буквально два дня назад доложили стенку из 12-го керамзитоблока. Для чего это сделали, объясню. Очень много бассейного оборудования, а помещение небольшое. Небольшое, так как я хотел вот эту часть, именно вот эту часть оставить, под душевую, под, еще раз говорю, мне здесь нужно вот так вот комнату выделить. Пускай будет душ, пускай будет унитаз, здесь пускай это будет все. Здесь по электрике что-то, что-то, какие-то полки поставим, а здесь с этой стороны должно висеть оборудование. Его очень много, это водонагреватели, фильтры разные и так далее и тому подобное. Здесь один кубовый бак у меня стоит, рядом будет стоять еще второй и масса-масса оборудования. Здесь котел пока что электрический, да, соответственно все коллекторные узлы, группы, водонагреватели, бойлеры и так далее, все находится здесь. Насосы и так далее. Сейчас здесь хаос, это привезли уже кое-какие комплектующие под бассейн. Поэтому, дорогие друзья, это отдельная история, вот такое сердце дома здесь будет. Мы его, конечно, приведем в порядок, мы уже над ним работаем пару лет и со временем мы его доделаем. Доделаем, проведем сюда все, и свет, и все будет красиво, аккуратно. Не буду, максимум здесь может быть, не обязательно здесь что-то укладывать, какую-то плитку и так далее, пусть это хоть в таком состоянии будет. Но приведем эстетически это все вид, самое главное, что все здесь функционировало по полной программе. Поэтому тоже наблюдайте. Сердце дома, это очень важно, оно должно быть отдельным помещением, обязательно. Стабилизатор тоже обязательно должен быть в доме, обязательно, потому что без него на самом деле никак, как и без генератора. Генератор тоже, так как у нас сейчас это уличное пространство, он у нас здесь есть. В свое время я покупал там за 100 тысяч, он работает на газу и на бензине, но мы бензином пользуемся абсолютно, вот есть подключение к газу, нам хватает. 7,5 киловатт с головой хватает, иногда как бы раза три в год я его завожу, и слава богу, он как бы нас спасает. Вход будет отсюда и вход будет оттуда. Это цокольное помещение, это у нас получается рабочая зона. Что я здесь планирую? Что я здесь планирую? Смотрите, вы зашли, здесь шкаф, раздели сразулись, здесь где-то стоит диван, сидите, отдыхаете, смотрите на бассейн. Как купаются ваши сотрудники. Здесь у нас, соответственно, мы выделяем зону туалета. Зону туалета вот сейчас примерно по вот этим перегородкам. Вход будет отсюда. Здесь будет душевая, здесь будет унитаз, здесь будет раковина, зеркало. Там будет тоже отдельно вход, будет кладовая. Будет кладовая, там будет, соответственно, ну просто что-то, знаете, храниться. Может какой-то инвертарь, может какие-то полки, может документы, может какой-то чай, кофе и так далее, там подобное, что-то такое. То есть будет две двери, и это пространство мы, соответственно, забираем. С этой стороны, со стороны этого санузла будет такая кухонная зона, ну легкая, понимаете, чисто для того, чтобы кофеек, разогреть что-то, покушать. Дальше обеденная зона, зона ТВ. Еще раз сказал, здесь либо диван, либо, соответственно, здесь диван. И дальше рабочая зона. Рабочая зона будет непосредственно здесь. Здесь на этой стене логотип компании, дорога на море. Здесь, соответственно, рабочая зона на шесть человек. Дмитрий Александрович, партнеры, и справа-слева еще как бы монтажеры, и кто не захочет, а кто будет допущен до работы в нашей, собственно говоря, команде. Здесь будет от этого столба, соответственно, стеклянная перегородка до конца. Вот, и здесь как бы зона переговоров, зона моего, скажем, личного кабинета, моего пространства. Вот, она будет вот в этой части. По крайней мере, так планируется. Потолок, он невысокий, 2,60, поэтому оставим здесь бетон, нашлифуем, соответственно, обработаем, лаком вскроем, оставим бетон. На стенах сделаем, я думаю, значит, нанесем плиточный клей, потом покрасим его в бежевый цвет. Вот, ну, в общем, такое что-то будет. Полу-лофт, такой стиль, что-то такое я хочу и простое, как бы, и практичное. Вот, ну, на пол, соответственно, плитку, по всему периметру у нас здесь теплые полы. Это, дорогие друзья, планы, так сказать, на ближайшее будущее, да. Не знаю, когда они будут реализованы, потому что все это очень дорого. Поэтому потихоньку начинаем. Перегородки, электрика, электрику никуда не прячем, ни в каких коробах, будет просто трековый свет. Оставим абсолютно провода, аккуратненько фил нам все сделает, выведем свет. Сюда хочу фортепиано поставить, тоже подсветка. Ну, вот, что-то такое у меня, какие-то такие фантазии, поэтому начинаем заниматься этим помещением тоже. Вот в свое время, то, что я вам говорил, вот видите, на стене последствия, отсюда вода просто лилась, лилась вода, так как этот соколь со стороны земли в свое время лилась вода. Поэтому вот эти неправильные, не ставьте вот так вот металлические уголки, никогда, потом придется все это демонтировать, убирать и так далее, и тому подобное. Поэтому не совершайте чужих ошибок, да. Вот, это непрактично. Убирайте всю эту историю абсолютно. Все, потихонечку начинаем укладку блока. Все. По дому, по дому, в принципе, что по дому? Что по дому у нас, дорогие друзья? По дому у нас, сейчас выключу свет, экономия должна быть экономной. По дому. По дому у нас, дорогие друзья, значит, хлопот столько, что я даже думаю, что здесь и 10, и 20 миллионов еще хоть вклады, вклады не хватит никогда, поэтому как бы все по возможности. По дому я уже сказал вам, что это будет жилое пространство, вот это, которое я вам сейчас показываю, будет жилое. Когда-то здесь нарисуются окна, это тоже очень дорогущее удовольствие, как и все остальное. Но пока. Екатерина Андреевна не устраивала старая плитка, здесь лежала старая плитка, теперь она лежит вот здесь. Ну, она действительно так себе, но, в принципе, свою функцию выполнял. Обои везде уже отваливались, на самом деле, правда это, абсолютно везде отваливались обои, поэтому было принято решение обои снять. Мы их сняли, плитку демонтировали, плитку заказали. Шкаф, здесь стояли шкафы, они не до конца были такие простые, убрали. Вот, поэтому двери уже купили, пока три двери купили, сюда дверь купили, простые двери купили, там по 15, что-то такое, там по 18, по 20, ну что-то такое, там с фурнитурой. Недорогие двери взяли, одни из простых, не эти. Эти как бы убираем, купили три двери, одну на кухню, одну в санузел и одну, соответственно, сюда в спальню. Вот, здесь также нанесем плиточный клей, сделаем гребенкой простые, абсолютно какие-то, без фантазии, просто сверху вниз вот так вот сделаем, шпателем. Я самостоятельно тоже поучаствую во всей этой истории и покрасим в бежевый цвет, такой матовый бежевый цвет, ну попробуем. По хорошему счету надо, конечно, заказать ламинат, не перестелить полностью вот этот ламинат, потому что он во многих местах разъехался. Разъехался, потому что в свое время с окна, как я вам рассказывал, это всюду, друзья, сочилась вода, гидроизоляция была плохая, поэтому, естественно, подложка намокла, везде ламинат подразъехался. Здесь тоже надо снять натяжной потолок, вообще его убрать, видите, да, это такое, можно назвать это плесенью по большому счету, потому что все перекрытие в свое время, все сырело и стена намокала, да, обои отходили как бы, да. И здесь, и здесь, и здесь вы видите, посмотрите, какие последствия всей этой истории, это все отсутствие гидроизоляции, дорогие друзья, на оконных группах. То есть и где-то там перекрытие, например, там, допустим, где-то чуть-чуть отошел, ну не отошел, а появились трещины, допустим, где-то на, может быть, частично некачественном сделанном фасаде. Все, вода попадает, она попадает на бетон, бетон сразу моментально всасывает всю эту историю и все пошло как бы в дом, да. Намокает все, что можно, намокает стены, намокает обои, намокает ламинат, подложка и все, побежала плесень. То есть фасад, еще раз, фасад дома, это очень и очень ответственно, очень ответственно. И гидроизолируйте обязательно оконные группы, спрашивайте у застройщика, гидроизолировано, не гидроизолировано, смотрите на полы, как ведут себя откосы, на все это внимательно смотрите. Поэтому придется снимать потолок, все это устранять и, соответственно, по хорошему счету надо менять и ламинат. Ну ламинат, который мне понравился, 2000 квадрат, это еще квадратов 100 хотя бы, это уже 200, да, это без укладки, без ничего. То есть вот такая вот здесь как бы история. Вот, это вынужденная история, чтобы вы понимали, это не просто мы решили там ремонт переделать и так далее, нет, это вынужденная история, потому что это все равно здоровье, это как бы не только эстетика, это еще и как бы другие физические факторы. Вот, кухня, конечно, тоже просит каких-то обновлений, потому что все перекошено, все вот так, так себе вот эти все лампочки непонятные выведены, надо делать свет. Я предложил вчера Кате снять полностью здесь натяжной потолок, полностью снять здесь натяжной потолок и оставить бетонный, бетонный потолок и просто трековый свет сделать и не заморачиваться. Тем самым у нас потолки станут выше, мы будем видеть, по крайней мере, все, что у нас происходит, соответственно, с перекрытиями и так далее, тому подобное, то есть так и практично, и удобно. А вот эту историю, конечно, будем выводить, будем покупать специальные составы, и все это будем выводить, устранять и переделывать. Ну, здесь сделаем тоже плиточным клеем, как я и сказал, все. С кухней тоже все понятно, кухню пока оставляем, впоследствии, конечно, это все надо будет тоже убирать. Там тоже перекрытие намокало, вот посмотрите в свое время, вот видите, какие-то есть вот такие подтеки, да, пока мы не сделали, не устранили по фасаду проблемы, видите? Ну, вы, я думаю, тоже отсюда даже увидите, рассвет включу, вот, вот видите, да, есть такие подтеки, да, то есть мы в свое время тоже устраняли эту историю, эту беду, с этим окном было меньше всего проблем, но тем не менее, я всегда говорю, зато какие красивые виды, да, вот. Вот, это дом, дорогие друзья, частный дом, это всегда требует внимания, всегда, я абсолютно вам не жалуюсь, не говорю, что я там недоволен, тогда я всем доволен абсолютно, я просто рассказываю вам нашу историю, с чем мы сталкиваемся, если построить дом с нуля, порой лучше, и сделать ремонт, чем переделать, переделать всегда дороже, перестраивать всегда дороже, то есть, имейте это тоже в виду, знайте. Все, в этой комнате тоже у нас пока обои, они мне, кстати, на Кате они не нравятся, меня они полностью устраивают, вот, здесь это с этим окном тоже было немного проблем, поэтому здесь ламинат в цельнике остался, вот, поэтому, вот этот шкаф, который стоял в коридоре, его надо просто убрать, мы хотим его вообще подарить кому-нибудь, отдать, вот, а здесь заказать шкаф, сейчас просчитывали самый дешевый шкаф до потолка, самый простой, самых простых материалов, самый дешевый, 150 тысяч рублей, вот, здесь тоже, соответственно, какие-то шкафы сделать подлестничном пространстве, хотим впоследствии, как бы, чтобы закрыть, вот, чтобы была какая-то эстетика, вот, лестницу Екатерина Андреевна в свое время делала, стекло, бук, по-моему, если не ошибаюсь, вот, лестница обошлась 600, по-моему, тысяч рублей с подсветкой, вот, эту дверь тоже хотим поменять, здесь тоже так себе, я имею ввиду, так себе, плиточка, в свое время укладывали с косяками, все дешево, все по-простому, ничего сверхъестественного, вот, недавно купили сушилку, стиралка еще осталась нам от хозяина, поэтому, никакой инсталляции, все по-простому, ну, здесь, конечно, полно косяков, вот таких, вот таких, понимаете, да, там, ребята делали на скорую руку, как бы, не заворачивались, бюджетно все это, вот таких, ну, вот это все, понимаете, вот таких, то есть, это все, как бы, по-простому делалось, как бы, ну, жить можно, мы прожили три года, в принципе, жить можно, так все, конечно же, по-простому, я сразу это видел, понимал, что это все сделано по-простому, все достаточно бюджетно сделано, вот, я это принимал, потому что дом мы покупали не за, не за 30 миллионов, не за 40, не за 50, да, то есть, нам, Он обошелся, как бы, достаточно обменяемые деньги. Все, здесь тоже сняли, соответственно, вчера все обои полностью. Вот, вот Роберта песок привезли. Здесь тоже сняли все обои и на втором этаже тоже. Для чего это сделали? Ну, вот здесь хотим также все, как я вам сказал, сделать, да. Детскую комнату трогать не будем, слава богу, она, как бы, и была такой, тоже хорошая, с обоями, теплая. Я бы оставил вообще обои, просто где-то переклеил бы, сделал бы более качественные обои. А так, двери не очень, фурнитура тоже шляпа, все это отваливается, это самые такие бюджетные двери. Вот, взрослая спальня тоже с обоями. Ну, тоже бы обои надо переделать, конечно, может, какую-то зону гардеробной здесь делать, но это все когда-то в будущем. Кондиционеры мы, кстати, во все спальни повесили, ну, здесь, в детскую, на кухню, то есть, тоже это прошлым летом мы доделали, сюда повесили, вот, детям повесили кондиционеры, как бы, это доделали мы, потому что была жара, а так два года жили без кондиционеров. Туалет здесь есть, я его сломал сам, лично. Здесь была плитка, я хотел переделывать, но потом, после того, как я все это сломал, сам лично, реально, демонтировал, начали заказывать ванну, заказали там и, в общем, оплатили там почти 400 тысяч рублей за оборудование, там, инсталляцию, ванны и так далее, и там подобное, и, короче, контора потерялась, скажем так. Контора потерялась, и мы остались, как бы, без ванны, там должна была стоять ванна такая, вот, летая в гробе, везде сантехника, шкафы. Ну, в общем, мы остались без денег и остались без этой истории. Видите, в Сочи такое тоже бывает, и вот уже больше года это все стоит. Прошлым летом я, по-моему, все это сломал, и поэтому все это не функционирует, поэтому ванны пока у нас полноценные так и нет, как не было, так и нет. Вот, еще одна спальня, еще одна спальня здесь, вот, трусики-носочки, как вы видите, и вот еще одна спальня такая, тоже с выходом на террасу, с выходом на террасу. Ну, это такая тоже спокойная спальня, тоже, видите, до Боровы их и не было, как бы, и мы, до нас руки не дошли, потому что я знал, что эти двери когда-то будем менять, как бы все это так себе. Вот, и терраса, терраса, на этом мы как бы, наверное, подытожим, да, и терраса сейчас. Тоже вот антимаскетные сеточки устанавливали, и вот эти механизмы не рекомендую я. Двери потом проседают, их надо постоянно регулировать, они постоянно открываются, приходится как-то затягивать. Есть такие вбок отодвигающиеся, знаете, они подороже, но лучше их, потому что это, ну, это так себе шляпы, честно. Вот везде, на каждых этажах такое происходит. Вот плитка, смотрите, тоже вот момент, да, по плитке. В свое время, объясню, какой момент, вот, покупали эту мебель, покупали джакузи, это надувное, недорогое, 50 тысяч стоит, оно как бы очень функционально, прикольно. В свое время, вот, плитка хорошая, ее надо помыть просто, она всю зиму простояла, вот. Вот, укладывали, полностью гидроизолировали, укладывали, я искал долго специалиста, кто нам уложит плитку. Все, нашел, вроде посмотрел отзывы, тогда еще не занимался ни ремонтами, ни чем. Парень пришел, клеем много ушло, я говорю, сделаем нам разуклонку, потому что вся вода уходила. Да, 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 человек доделал работу, я рассчитался, прошло время, лужа стоит. И до сих пор, понимаете, да, сделал, и лужа стала стоять, вот она, пожалуйста. То есть здесь в этой части вода не уходит, я уже думал, думал, как. Но я тоже неправильно сделал, я взял, как бы ему дал команду, чтобы он сделал слив, сделал, мы там решеткой закроем, сделал слив, а надо было просто там трапик провожить и аккуратно вывести, короче, тоже моя ошибка. Я думаю, что вот эту часть со временем я как-то буду переделывать, чтобы, может быть, переносить что-то, чтобы здесь лужа не стояла, вот так. Вот, это только в сезон дождей, когда много дождей льют, а у нас здесь стоит эта лужа, она, конечно, дискомфортная, здесь, видите, грязь собирается, на всей террасе ничего нету, а здесь лужа. Вот, ну, это, опять же, моя недоработка, ну, и недоработка вот таких вот местных профессионалов, за которыми надо следить. Это все, видите, нюансы, 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 нюансы. А так террасу полностью гидроизолировали, и здесь бортик подняли, и здесь, ну, вот я еще сделал ошибку немножко, да, здесь надо было вот колпаки одевать, вот сверху надо было одевать колпаки. А я говорю, давайте красоту, сделайте мне тут запилы под 45 градусов, давайте, наведите мне красоту, чтобы было красиво, красиво, красиво. Я еще хотел здесь столбы из нержавейки, вот эту зону стеклом выделить, но это было лишнее, этого я делать не буду. Вот, и все-таки я, может быть, этим летом, не знаю, как будет возможность, я здесь надену колпаки. Иначе, если этого не сделаю, вот так и будет. Вот эти подтеки, они никуда не денутся, они так и будут постоянно, понимаете? Ну, постоянно будут, постоянно, постоянно. Сочи – это постоянная стройка, постоянный какой-то головняк, постоянная движуха, очень и очень много расходов, очень много денег уходит на все это. С этим ничего не поделать. Если вы хотите иметь дом в Сочи, имейте в виду, это вам не квартира 30 квадратов метров, будете постоянно вкладываться. Этот дом вы продали нашим подписчикам, вот этот дом. Этот дом на сегодняшний день стоит 26 миллионов с бассейном, ну, на него есть уже покупатели, но там они предлагают, помимо денег, они предлагают еще апартамент забрать. И, собственно, как бы еще в раздумьях. Поэтому, если вы хотите, опять же, вот 200 квадратных метров, 5 соток земли, там свежий ремонт. Там построено, ну, честно вам скажу, гораздо качественнее в плане отделки изначально и фасад. Хотя, вот этот фасад тоже изначально делался, он потом переделался. Человек вкладывал еще там пару миллионов и переделывал в том году полностью два этих дома. Тоже там переутеплял, переделывал и кровлю, и фасад. Потому что, ну, экономить в Сочи нельзя. Сэкономил все, потом люди будут переделывать обязательно. И здесь Серега много чего переделал абсолютно. И гидроизоляцию за миллион полностью вокруг дома переделывал в прошлом году. Всю плитку перекладывал, фасады переделывал. То есть доводил до ума. Он тоже вложил денег в этот дом просто немеренно. Сейчас спокойно заезжай, живи, как бы проблем нет. Я свой дом тоже даю. Ну, это как, знаете, купил машину, вложил в нее, купил за 2 миллиона, вложил 2 миллиона, продал за 2 миллиона или за 1 миллион 900. Это бизнес по-русски. То же самое с домами. Та же самая история. Вот Роберт, допустим, вертолетчик, постоянно летает, человек тоже все своими руками делает, строит, как бы, да. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Не, я показываю, мне не стыдно, я показываю, как есть. Ну, такая история, да. Ну, что сделаешь? Только если, опять же, как бы переделывать. Да, такой плитки сейчас уже не продается. Эта коллекция давно закончилась. Как бы ее сейчас нет. Я хотел такую постелить вниз, ее нет. Дорогие друзья, это вкратце. Но получилось надолго, да. Я к чему всю эту историю? Во-первых, знайте, что построить и сделать ремонт изначально, это дешевле. Купить черновой дом, если он хорошо построен, и сделать ремонт, это лучше. Если вы покупаете готовое, проверяйте все эти нюансы. Как сделан фасад, как сделана гидроизоляция, что с сердцем дома, что по технической части, что по дренажу участка. А лучше всего, приедьте в дождь, в ливень, когда дождь и ливень, снимите квартиру, приедьте в дождь и ливень, поживите. Поживите, и когда будет ливень, приедьте на этот участок, посмотрите, как вода уходит, не уходит. Зайдите в дом с хозяином, посмотрите, что в доме. Дожди в Сочи идут достаточно часто. Что в доме, намокает, не намокает, сыреют ли углы и так далее. Масса нюансов, масса нюансов. В любом доме, за сколько бы вы его не купили, за 10 миллионов рублей или за 200 миллионов рублей, вы будете что-то делать, переделать, исправлять. Это однозначно, однозначно. По-другому быть не может. Мощный борт. Роберт, друзья, полетели. Роберт, профессионал, летает. Смотрите, как он мощный. Мощный борт. Мы прожили уже в Сочи больше трех лет. На сегодняшний день мы занимаемся строительством, ремонтами. И этот опыт, который я получил, вот так вот купив дом, я ни о чем не жалею абсолютно. Я очень доволен, очень люблю наш дом. Абсолютно у меня нет никаких вопросов. Я понимал, что я буду сталкиваться с этим всем. И еще раз говорю, мы покупали дом за 15 миллионов рублей. Таких цен по мини нет. Сейчас такой дом в этом состоянии стоит минимум 30, понимаете. 25 это вообще, я не знаю, это край. Но да, в него надо было много вкладывать. Но это все, вы понимаете, поэтапно. И мы покупали дом уже с простым ремонтом. Мы здесь прожили три года. Я на все это был готов, согласен. И до сих пор благодарен собственнику, что он нам продал этот дом. Я примерно прикидывал о всех этих косяках. Какие-то я сразу прогнозировал и понимал, когда мне придется их переделать. Какие-то я как бы не знал. Но тем не менее, все равно где-то на уровне подсознания я понимал, что мы будем сталкиваться с теми или иными трудностями. И это как бы происходило. И в принципе уже все косяки вылезли. Мы их исправляем потихонечку и в дом надо вкладываться постоянно. Это по-другому не бывает. Но и здесь есть преимущества. Парковка, своя территория, бассейн, вид на горы, тишина, спокойствие, большая площадь и так далее и тому подобное. Вы не думаете, когда едете домой. Вот я сейчас приеду, где я буду парковаться. Это вообще нереально. Там нигде не припаркуешься. Человейники, муравейники и так далее и тому подобное. Поэтому в доме есть свои преимущества. И это стоит денег. Скоро у нас будет газ. Скоро у нас будет бассейн. Скоро мы доделаем территорию. В этом году я надеюсь, что мы летом все-таки дозальем. Дозальем вот эту парковку. И мы будем парковаться уже на бетоне. То есть сделаем заезд. Роберт будет парковаться на бетоне. Мы и будем парковаться на бетоне. И наконец-таки мы заживем дружно и счастливо. Поэтому постараемся общими усилиями все это доделать. И при домовой территории, и здесь как бы. Ну а дальше потихоньку-потихоньку когда-то что-то там. Заборы, мандарины, апельсины и так далее и тому подобное, дорогие друзья. Все планомерно. Тем не менее за три года уже много что сделано. Да, все это через нервы, все это через старания. А по-другому быть не может. Это ваш собственный дом в Сочи. Поэтому я еще раз хочу сказать вам, что я не жалуюсь. Я абсолютно всем доволен. Это просто аксиома. Что если вы хотите дом, вам придется вкладывать деньги. Поэтому за сколько бы вы его не купили, еще раз говорю. Хоть за миллиард вы его купите, все равно будет что-то ломаться. Придется что-то делать, переделать и так далее и тому подобное. Так как мы купили недорого, мы соответственно сейчас потихоньку-потихоньку все это вкладываем и так далее и тому подобное. Все. Я вас всех обнимаю. Желаю счастья, здоровья, любви. Если вам необходимо провести недвижимость в городе Сочи, я всегда для вас на связи. Ремонты мы сейчас сделаем нашей компанией. Вы прекрасно это знаете, видите, можете приехать в живую посмотреть при чистовых, чистовых за лучшие деньги. И строим дома с моими партнерами. Вы тоже можете это посмотреть. Каждый день идет стройка без проблем. Если у вас есть дом, либо какая-то недвижимость с ремонтом, может быть апартамент или квартира, набирайте, мы возьмем это в доверительное управление, будем сдавать в аренду. С нас, соответственно, ремонт, мелкий с нас, соответственно, обслуживание, реклама, а с вас получение денежных средств. Мы работаем только по договору. Если вам предложили дом, земельный участок, квартиру, апартаменты, набирайте мне, пожалуйста, скажите цену, какую вам дали, я вам дам цену дешевле. На 100 тысяч, на полмиллиона, на миллион, на два. Насколько у меня получится. Я всегда для вас на связи. Ссылочки на все социальные сети, телеграм-каналы, ВК, Рутубы, Ютубы, Яндекс.Зен и так далее, так как там больше новостей, дорогие друзья, в описании под каждым видеороликом. Если у вас что-то в городе Сочи продается, вы не можете это продать, и это что-то в рынке или ниже рынка, набирайте меня, я с огромным довольствием подъеду, посмотрю, что вы продаете, и, возможно, возьму ваш объект на продажу. Я желаю всем вам здоровья, любви, всегда для вас на связи по номеру телефона, который вы видите в левом нижнем углу экрана. Это было такое мое откровение, долгое, я сейчас пока ходил, переживал, нервничал, но я хотел вам это в очередной раз рассказать и показать, что у нас сделано, чего не сделано, и, собственно говоря, не похвалиться, не похвастаться, не поплакаться, а просто поставить вас в курс событий, потому что многие говорят, Дим, что у вас там происходит? Вот у нас это и происходит. Я вас обнял. Пока, семья. Пока. Давайте закончим. У нас есть маленький вид на море. Риелторы, если бы продавали этот дом, сказали, что с видом на море. Давайте горы мне нравятся больше, с видом на Кавказский хребет. Вот так. Все. Пока, семья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok